Привет ребятушки, сегодня мы сравним черную пантеру, покажу вам какие сейчас фигурки доступны для покупки и решим какая она более акклимальная фигурка. Начнем мы с копии SH Figures, это черная пантера по фильму Капитан Америка Гражданская война. Такая фигурка. Вот видите у нас значит фигурка, подставка и две пары сменных кистей. Так вот фигурка выглядит поближе. Это игрушка 16 сантиметров. Это SH Figures как всегда с хорошей манипуляцией, с хорошей артикуляцией. Такого не бывают проблемы, то что суставы не очень там распадаются в самых худших версиях. Так, ну здесь пока ничего не распадается. Суставы такие приятные, мягкие, не хлипкие. Хотелось бы конечно чуть-чуть пожестче, но на четверочку пойдет. Вот такая вот артикуляция. Вот так вот сгибаются ноги. Вот здесь такой вот сустав, пока ничего не распадается, что для копии очень нехорошо. Давайте посмотрим сами узоры, само качество покраски, вполне неплохо сделано. Здесь есть не совсем ровные обрезы, вот здесь такой совсем зашлифованный. Но вполне неплохо так, здесь видите такая текстура, мелкая сеточка. Фигурка производит впечатление на твердую четверку. Давайте еще рассмотрим, очень важно, как сменяются суставы. Здесь видите такой вот шарик. Шикарно меняется. Вторую поменяем. Бывает, еще они сделают некоторые копии, такие суставы, что не наденешь сменные. Это яркий пример Лаус Моралес, копия Сентильного Кампшенин, очень сложно надевается. Вот такая вот фигурка прикольная. Мне нравится. Вторая фигура, которую мы рассмотрим, это фигурка по фильму Черная Пантера Чайц-1. Это обычный костюм. Здесь еще были части сборной от этого героя, не помню как его зовут, а М-Баку. Это фигурка у нас от Hasbro. Высота ее также 16 см. Фигурка идет без сменных костей, уже сразу вот такими, видите, когтями одетыми. Такая вот прикольная голова. Когда у фигурок есть дополнительная голова без маски, это очень круто. Я считаю, что все фигурки должны идти у всех этих супергероев с головой без маски. Рассмотрим артикуляцию этой фигурки. У Hasbro не должно быть никаких проблем, это оригинал. Hasbro вообще редко подделывают. Пусть на Сэйч Фигуарс. Японские фирмы. Такая вот артикуляция. Здесь такой средней жесткости сустава. Так вот поворачивается фигурка. Так вот наклоняется. Здесь его ожерелье. Давайте посмотрим поближе. Здесь еще мельче сеточка, видите, чем было у прошлой фигурки. Хорошо, это уже проработка. Давайте сравним их вместе. Видите, они оба с таким ожерельем, но как отличаются. Здесь вот есть такие галочки серебряные. Здесь такого нету. Здесь больше нагинаются отброски. Так вот выглядят когти у них. Здесь ко мне больше нравится груда, пресс проработан. Лицо мне тоже чуть больше нравится у Хазбровского. Здесь вот такая форма черепа. Сильно узкая. Такая длинная. Спина здесь пошире тоже как-то сделана лучше. В общем, четыре с плюсом в этой фигурке. Третья фигурка это будет Черная пантера от Хазбро. Тоже но с такими вот, не помню как называются вот эти сиреневые. У него активация костюма, какие-то прожилки, силы. Кто помнит, напишите, как она называется. Здесь у нас, видите, есть уже две сменные кисти, в отличие от прошлых Хазбро фигурки, ну и голова в маске и без. Вот так вот фигурка выглядит без коробки. Тоже 16 сантиметров, одел сразу ему голову, чтобы было более наглядно. Смотрите, какая текстура. Похоже на текстуру этой фигурки, чем на вот эту. фигурку все очень мелкая. Такая артикуляция. артикуляция классная. Так что надо жесткость. Так вот руки сгибаются. Вот здесь такой жидковатый сустав. Ноги могут вращаться в сторону. Колено больше сгибается, чем остальные. Такой вот шпагат максимальный. Так, давайте посмотрим, как кисти меняются. Вот такой здесь сустав, не так, как у Сэйч Фигуарс. Пуста мне больше нравится, а их легче всего менять. Мягенькая смена. И вот такие вот когти, видите, с маникюром серебряным. Так, давайте сравним по очереди. Давайте сравним сначала с фигуркой от Hasbro. Видите, здесь тоже такое, это его жерелье магическое. Так вот отличается сама голова, видите, разный взор. Сама пропорция голова осталась практически такой же. Так, вот отличается спина. Здесь мне спина больше нравится, здесь задница более круглая. И такие вот узоры серебряные на играх. спереди здесь больше грудные мышцы выражены. Расчет того, что здесь какой-то такой вырезанный получается. Грудок здесь мне больше нравится. Ну и само жерелье такое больше. Прессы там и там, неплохо артикуляция у них одинаковая, тоже поворачивается здесь и здесь. Только здесь у сиреневого больше ноги выгинаются. Даже не знаю, как мне больше нравится, ну чуть-чуть, наверное, этот больше нравится, за счет лучше артикуляции. Хотя грудок тут, конечно, не проработан, здесь более такой мощный. И сравним с Sage Figuarts. Вижу грудок похожий. Это однозначно лучше. Здесь такой интересный сустав. Сравним еще два скульпта без маски. Справа сиреневым в костюме голова, а слева более матовая такая. Это черный. Чезвик, как его там, который умер недавно. Печально, конечно, когда берут актера и он умерает. Рак скосил. И та, и та голова лучше, хорошая. Здесь, кому нравится, матовая, глянцевая. В общем, две классные голова. Рассмотрим еще фигурку Эрика Киллмонгера. Это не совсем черная пантера, но антагонист. Посмотрим, насколько прикольного фигурка сделана. Вот видите, два меча таких. Вернее, один меч, один какое-то копье. Тоже сменная голова и две кисти. Вот такой прикольный цвет его костюма. черный с золотом. У него уже идет, видите, кисти не в кулаке, а разжатые. Одна кисть чуть сжата, а вторая разжата. Здесь, на удивление, артикуляция такая хлипенькая. Прям очень легко вращается. Я ожидал такую же артикуляцию, как у Hasbro. И сравним ее с фигуркой черной пантеры. Видите, значит, у него тоже есть такой ошейник. Ну, эти ошейники, они... Эти ошейники, они делали костюм, то есть у них зашит. Он такой прикольный, конечно. Маска мне даже больше нравится, чем у черной пантеры. Только вот у него странно, что артикуляция. Вроде она такая же самая, но почему-то она намного мягче. Вот, в частности, в туловище это очень легко крутится. А артикуляция такая же самая, видите, как у черной пантеры. Обыкновенной. Хотя, вроде, фигурки одинаковые, но есть такие. Здесь, например, задница, видите, получше проработана, чем здесь. Сами точки артикуляции такие же. Мой костюм чуть-чуть отличается. Вот такая мелкая, очень мелкая, неразборчивая сеточка. Если здесь сетку четко видно, то здесь она такая немного расплычатая. Вот такие интересные у него черные элементы. Так он садится на шпагат. Вот так у него артикуляция. Артикуляция на четверку, конечно. Ну и голова, видите, какая прикольная. Если сравнить ее с черной пантерой, то будет немного более матовая, более светлая. Ну и посмотрим самую новую черную пантеру. Это уже черная пантера женского рода. Ваканда Форевер. Все как прошлый актер умер. Нашли ему замену. Это тоже Хасбургская. Вот такая вот фигурка. Она размером чуть поменьше. 15 сантиметров. Вот если у нас Эрик Виде 16, то это у нас 15. Такая похожа на него по цвету. Меньше похожа на черную пантеру. Он такой сиреневый. Давайте рассмотрим ее. Поближе. Такие глаза у него светятся. Прикольно. Белые. Текстура такая. Все видно вам. В полосочку. В прошлые костюмы были сетчатые. А это в полосочку. Дополнительных акселаров у него вообще нету. Так выглядит заболоновано. Руки. Такой туговатый здесь сустав. Здесь у нас тоже такой простой сустав. Если у этих у них такой, видите, на пресс сустав, то здесь одинарный такой. Поворота тоже здесь нету. Крутятся только ноги. Ух. Тугой сустав. Устал точно не на пятерку. Так только сгибается. Здесь вот так сгибается. Хотя одна рука в кулаке, а вторая в таких. Открытые кисти. Еще раз сравним ее с обычной фигуркой. Необычная фигурка. Больше нравится. Она такая более массивная. Но это само собой разумеется, потому что это женская. Черная пантера, а тут мужская. Здесь больше задница, здесь больше плечи. Пришло больших фигурок. Это у нас вот такой вот 30-сантиметровый. 30-сантиметровая черная пантера. Вот так эта фигурка выглядит без упаковки. Видите, здесь у нас у нее на правой руке такой вот прибамбас какой-то. Локти. У нее не сгибаются. В коленях тоже не сгибается. Самая простая артикуляция. Только в тазу и в плечах. Для тех, кто хочет большую фигурку, будет нормальный выбор. Стоит дешевле, чем маленькие фигурки. Ну и фигурка от Disney. Здесь она со звуком. Эта кнопочка нажимается. Сейчас не буду вытаскивать, потому что здесь вот предохранитель, чтобы батарейки не сели. Произносит разные звуки. Такие у нее сиреневые лапы. 25 сантиметров высотой. Вот как выглядит. Анимация. Прикольная фигурка. Намного лучше той, которая ничего не двигается. Здесь у нас есть артикуляция и в локте, и в колене. Если хочется большую фигурку, больше 15 сантиметров, то это будет хороший выбор. Вот так вот фигурка выглядит. Все вместе. На общем плане. Все ссылки на фигурку в описании. Как всегда можно наградить. На этом все. Пока. Продолжение следует.